приветствую вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодня у нас ответ на многочисленные вопросы по поводу обрезки листьев у нас уже есть где-то десятки человек которые очень активно отстаивают мнение что нельзя обрезать листья у томатов но мы же как раз придерживаемся другой линии и мнение у нас такое тем более что практически доказано мы обрезаем нижние листья и сейчас мы будем показывать и почему мы это делаем ну а тем временем еще хочу сказать одну вещь очень целую это то что мне пишут что агрономы доказывают что нужно оставлять нижние листья они очень важны для физиологии растений да они очень важны но у тех же агрономов я практически видел несколько человек которые занимаются выращиванием томатов в киплицах у них все обрезанные томаты и всегда прекрасный урожай а в действительности они рассказывают то что учили в институте в сельхоз институте о том что ни в коем случае нельзя обрезать и вот эту тему начинают всегда рассказывать при встречах с овощеводом не обрезайте но самый прекрасный урожай получается обрезкой ну и я долго изучала этот вопрос почему именно надо обрезать этот вопрос эта тема очень важна для того чтобы во первых для того чтобы нижние листья которые отработали не размножали вот эти болезни а кстати доказано уже практически что именно нижний лист не только нижний лист работает месяц затем он устаревает и затем он не дает того результата который он должен выполнять поэтому нижние листья практически срезается вот я хочу вам показать на примере вот это у нас томаты тут несколько штуки малинка старт я уже их обрезала и подвязываю это кстати зеленая операция сегодня 21 мая 2022 года вот это здесь уже и воздух проветривается обязательно ноги томаты любят чтобы их ноги всегда сквознячок был чтобы не было застоя воздуха и при поливе вот смотрите теперь мы будем обрезать вот один вот это растение я только ряд обрезала а вот это оставила чтобы показать вот у нас есть томат это тоже кстати малинка старт здесь у меня оставлены и пасынки потому что я хочу вам показать зеленые операции сразу же но есть и томатики если бы я обрезала и убрала пасынки обрезала листья то естественно больше питательных веществ шло бы на томатике но в данном случае вот такая ситуация на других и обрезала вот эти оставила смотрите что я делаю этот лист при поливе соприкасается с землей я его обрезаю и тем более что плоды уже завязаны смотрите здесь уже начинаются процессы заболевания потому что вот видите а если процесс заболевания влага даже мы здесь обрабатывали почву триходермином и сейчас готовлю тоже буду обрабатывать сами растения триходермином все равно при вот этой технической механической работе листьев с почвой здесь вода на все естественно все это собирается с воздуха воздухом в теплицу кстати это в теплицах мы выращиваем так на улице тоже высокорослой тоже обрезаем и то же самое делаем но сейчас из-за того что много вредителей мы просто их перестали выращивать на улице далее что мы делаем дальше здесь тоже мы выращиваем вилочкой то есть две вот два побега здесь тоже обрезаю и так смотрите у нас пасынки обрезаем обязательно ножницы должны марганцовка у нас раствор марганцовки каждое растение в отдельности обрабатывается так здесь у нас смотрите кисть уже это кстати секрет не агрономов а наших овощеводов с которыми я много лет общалась значит нижний лист я убираю ниже вот этих плодов убираю здесь у нас тоже еще пасынок это время зеленых операций убираем вот и смотрите еще этот лист у нас по земле видите ходит я возьму его и часть срежу позже я конечно когда уже плоды на этом побеге завяжутся то естественно я здесь тоже видите здесь завяжутся я потихонечку буду обрезать что еще здесь можно а здесь можно еще вот этот он тоже может вниз соприкасаться тоже убирая и вот все питательные вещества сейчас будут идти к плодам формированию плодов далее что мы делаем я обязательно это все показываю потому что много новичков смотрите что дальше тут часть у меня пасынков была убрана сейчас очень хорошая стихия воздуха хорошее время убывающая луна смотрите пасынок уже видно что это пасынок мы его убираем молоденький легко убирается если плохо убирается конечно лучше использовать ножницы с марганцовкой можно их обрезать обрезали и мы сейчас весь томат уже обрезанный с проведенными зелеными операциями подвязала его здесь смотрите тоже самое этот побег у нас пасынок и здесь еще внизу сейчас покажу видите вот эти томаты у них особенность они формируют пасынки позже их не видно не видно всегда они себе прячутся теперь вот здесь тоже обрезаем пасынок и здесь пасынок и получается смотрите у нас уже томатик весь здесь у нас уже плоды вяжут и здесь можно привязать вот так уже видите вот эти узлики у нас есть видео как мы эти веревочки натягиваем и вот этот томат уже видите он практически готов к работе и формируются плоды и снизу у нас при поливе не будет сочетания вот этого прикасания к земле вот и естественно так кстати отвечаю сразу на вопрос листья все в компостную кучу потому что они здоровые и здесь много питательных веществ смотрите какая разница хочу показать два томата один же сорт вот эта малинка стар вот его мы обрезали и сюда пойдут питательные вещества а здесь не обрезанные тоже хорошо конечно вяжут так мы сейчас это ведро вот сюда то же самое еще раз хочу показать еще раз чтобы знали нижние листья то что уже мешает кстати вот если у нас растение 50 сантиметров друг от дружки но они ведь и даже соприкасаются вот это соприкосновение кстати вот очень интересные вещи происходят если вот так долго будут находиться соприкасаться листья там обычные грядители откладывают яйца поэтому что-то одно мы убираем здесь дальше вот смотрите чтобы видно хорошо было здесь нижние все листья мы просто обрезаем так здесь можно тоже обрезать даем воздух знаю что сейчас будут возмущаться агрономы но нужно смотрите вот этот лист тоже и друг на дружку ложатся видите этот лист на этот ложится вот я его просто не весь а часть обрезаю даже вот это можно убрать и здесь еще хочу показать видите здесь плоды вот и листики сверху мы тоже убираем и у нас остаются томатики в которые будут идти питательные вещества наливаться все нужные вещества для формировки и далее смотрите то же самое пасынки там нет здесь мы убираем пасынки и привязываем вот это сразу же отвечаем на вопрос каким образом дальше привязка идет вот эти наши морские узелки вот так вот эти защелочки очень хорошо работает теперь этот побег это у нас два побега смотрите помидорки вяжут но здесь появился пасынок я здесь не обрывала вот такая особенность сорта этого я могу их тоже так вот чуть-чуть вот так но все равно их обязательно еще и завязываю завязываю вот эти защелочки потому что потом томаты начнут набирать вес вот и начнет ломаться поэтому я по всему периметру вернее по всей длине вот это все завязываю вот еще можно здесь завязать вот таким образом вот и у нас вот вот они так просто так формируется вот таким образом у нас получается это что касается маленький старт вы смотрите рядышком у нас напротив это наш любимый белфорд вот сейчас вот так чтобы видели его хорошо тоже идет видите кисти вяжут что здесь делать здесь снова же листья соприкасаются землей вот эти все листья не должны соприкасаться сквознячок должен быть обязательно всегда и смотрите здесь у нас и пасынок убираем можно и выше потому что помидорчики видите на этом побеге уже есть убираем то же самое снизу вы смотрите при поливе землей соприкасается этому листу уже месяц а значит он не служит уже здоровью растения отслужило так в этом мире создано все еще здесь убираю и дальше идем смотрите у нас здесь нету пасынка здесь пасынки появились убираем сразу же отвечаю на вопросы зеленых операциях смотрите здесь можно сразу же и пасынки убрать вот здесь один и вот смотрите маленький а потом незаметно начинает расти нам это не надо поэтому мы обрезаем и сразу же кстати вот иногда без этого узла просто привязываю а когда подрастает дальше помидорчик я тут прохожу я сняла себе но эти обязательно где у нас есть узлы вот эти морские обязательно везде фиксирую томат обязательно должен фиксироваться и здесь же у нас на этом растении вилочка есть еще один томат вот спрашивает что и как делаем и почему мы это делаем вот смотрите здесь у нас вот такая ситуация вот здесь уже листья нижние мы убрали что мы можем еще убрать пасынок растет убираем еще один пасынок убираем а теперь мы сюда сразу делаем подвязку именно ниточка вот так подвязали и у нас и растение держится вот еще один момент очень важный когда сильно зажала видите вот зажатый у нас вот это зажим такой пластиковый я его прошла и чуть-чуть открыла почему я это делаю потому что стебель набирается веса естественно диаметр увеличивается и обязательно пропускать вот открывать чуть-чуть вот эти защёлочки чуть-чуть делаю свободными и всегда проверяю ага если прижата сильно будет ну в данном случае у нас тут нормально сейчас интенсивно идет рост томатов поэтому нужно обязательно сейчас не увлекаться поливами поливаем раз в неделю когда сильно жарко обязательно уже хорошо поливаем где-то на одно растение идет здесь два ведра воды но раз в неделю и еще как видите мы не замульчировали потому что не не мульчируем почву потому что еще рано потому что ночи холодные холодные циклоны проходят и почва еще не прогрелась если замульчировать раньше то об этом потом жалеешь очень очень и очень жалеешь что растения будут угнетены от холодной земли ну что ж я ответила на все ваши вопросы почему мы обрезаем листья очень много вопросов по этой теме мы сейчас эту тему раскрыли ответили на ваши вопросы желаем вам крепкого здоровья мира добра и здоровья вашим растениям и хорошего урожая помидоров на этом мы прощаемся с вами до следующего видео всего вам самого самого доброго хорошей погоды еще раз благодатной погоды и до новых встреч на нашем канале пока пока